Сегодня Санкт-Петербургская благотворительная организация «Перспективы» провела круглый стол на тему новых реалий благотворительности в России. Коммерческие компании продолжают реализовывать свои проекты с общественными организациями и поддерживают их начинание. Как правильно выбрать своего партнера и дать наиболее эффективную поддержку действительно нужному проекту или программе, узнали наши корреспонденты. Говорят, лучший способ узнать будущее – создать его самому. О том, каким будет будущее благотворительности в России, в условиях экономической нестабильности и оптимизации ресурсов, обсудили за круглым столом. Организатором традиционно выступила благотворительная организация «Перспективы» совместно с Северо-Западным региональным центром КПМГ. Этот мировоззренческий вопрос, он постоянно обсуждается. В каком объеме помогать, а как помогать, а что создавать, а как делать жизнь нуждающихся групп более человечной, более комфортной, более приятной во всех отношениях, для того, чтобы и вот это право на счастье для людей, которые, может быть, оказались в трудной ситуации по разным причинам, это право на счастье для этих людей создать, сохранить и поддерживать. Несмотря на то, что в последнее время был осуществлен переход от эмоциональной и спонтанной к осознанной благотворительности, перед участниками круглого стола встал вопрос, возможен ли спад набирающей обороты активности под влиянием внешних экономических факторов. Если говорить об отношении общества и организации, то оно не зависит от экономической ситуации, оно скорее зависит от каких-то общественных, политических, духовных процессов, которые идут в обществе. В ходе беседы выяснили, как выбрать своего партнера из множества общественных организаций и как обезопасить себя от мошенников. Также спикеры поделились примерами успешной практики сотрудничества и мероприятий, способных вовлечь людей в благотворительность. Среди них ставшие невероятно популярными акции «Давай-давай» и «Клуб добрых дел» от футбольного клуба «Зенит». Раз в месяц футбольные фавориты выполняют определенные задания в целях благотворительности. То есть благотворительность – это заразительное явление, и наши игроки максимально вовлечены в этот процесс и сами являются активными жертвователями в ситуациях, когда речь идет о файндрайзинге и сборе средств. Такого рода активности не прописаны в контракте, но при этом еще ни разу за всю мою историю, во всяком случае, работы в футбольном клубе из игроков ни один человек не отказывал. Это уже пятый круглый стол на тему реалии благотворительности. Очередная встреча состоится уже этой осенью. Инесса Буланкова, Антон Антипин, Новости ТБН. Субтитры создавал DimaTorzok